Чуть больше недели до Нового года. Ёлки зажглись уже практически во всех районах города. В эти выходные откроют и главную на Театральной площади. Сегодня в администрации поделились планами мероприятий на праздники. Кировчан просит по возможности обходиться без личного транспорта при посещении Театралки. И обещают сразу два Деда Мороза в новогоднюю ночь со сроками готовности Ледового городка. Все немного сложнее. Полностью готов, судя по всему, он будет только к 31 декабря. На Театральной площади детей больше, чем рабочих. Недоделанные горки, лабиринт и ледовые стены малышами уже полностью исследованы. Все уже давно хотят праздника и веселья, но по срокам явно не успевают. Понятно, что до 24-го у нас весь комплекс, то, что предусмотрено проектом, он не успеет быть готовым. У нас еще есть время до 31-го, но то, что все мероприятия пройдут на этой сцене, я думаю, что все-таки будет. Рабочие говорят, что отставание в сроках легко прогнозировалось еще с самого начала. Слишком были сжатые сроки. Теперь вот нагоняют. Большая горка почти готова. Фигуры для Деда Мороза, Снегурочки и героев сказки Буратино ждут художника. Стены лабиринта доделывают, пока в нем вовсю играют дети. Театральная площадь уже огорожена со всех сторон вот такими вот большими ледяными стенами. Это не столько украшений ледового городка, сколько меры антитеррористической безопасности. Вместо того, чтобы ограждать территорию большими камазами, как это принято делать, сейчас при массовом скоплении людей решили построить вот такие вот мощные ледяные стены. Их, кажется, не пробьет никакая техника. Саму театральную площадь охранять начнут в день открытия 24 декабря. В этом году к полицейским присоединятся сотрудники частных охранных агентств. Главная задача – защищать имущество от вандалов. Хотя хулиганы уже успели приложить руку к ледяному бортику катка. Каток в эти дни приходится больше чистить от снега, чем заливать. Для хорошего качества нужно еще несколько слоев. Для массовых катаний его откроют 24 декабря. Обещают, что, как и в прошлом году, будет работать прокат коньков. В день открытия ледового городка кировчанам обещают большой театральный праздник. Как раз в тему оформления площади. Поздравлять будут сразу два Деда Мороза. Как пояснили, один обычный, другой вятский. Успеть ли со сценой к этому воскресенью пока непонятно. Но на нее большие надежды и часть программы рассчитаны в новогоднюю ночь. Рядом с ней на площади установят большой экран, на котором будет транслироваться все, что происходит на театралке. Это будет и семейный праздник, потому что мы предлагаем программу для детей и родителей, но и большой новогодний интерактив с нашими замечательными горожанами, который начнется 31 декабря и закончится уже 1 января 2018 года. Мы планируем фейерверк, который все так ждут и любят кировчане. Он будет у нас в час ночи. В новогоднюю ночь до 3 утра будет работать общественный транспорт. На сайте администрации есть расписание маршрутов. Стоимость проезда 39 рублей. Пользоваться личными автомобилями в праздничную ночь не советуют. Сейчас администрация совместно с ГИБДД составляет примерный план перекрытия улиц и парковок. Мест для всех может не хватить. Понятно, что всех разместить нам все равно не удастся. Поэтому у нас и общественный транспорт работает. Тот, кто близко живет, пишет доступность. Но постараемся организовать таким образом, чтобы можно было кому-то припарковаться. Вход на площадь в новогоднюю ночь, скорее всего, будет открыт не для всех. Дежурство будут нести в усиленном режиме. Проходить, возможно, придется через рамки. Еще официально не объявлено, но под запретом, как всегда, может оказаться алкоголь, стеклянные бутылки и фейерверки. Ксения Зиновьева, Никита Рябинков. Информационный канал «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...